Открытая трибуна, дискуссионную площадку с таким названием предложили как одну из форм работы в Московской областной думе. Обсуждение актуальных тем различного характера помогает шире взглянуть на проблемы. Также в дискуссии принимают участие эксперты, что позволяет глубже разобраться в ситуации, например, такой непростой, как вовлечение объектов недвижимости в налоговый оборот. Эту тему обсуждали в Мособлдуме с участием всех муниципалитетов региона. Была делегация и от Ленинского района. Напомним, что правительство Московской области несколько месяцев назад предложило масштабный проект по выявлению, а затем уже и вовлечению в налоговый оборот всех незарегистрированных объектов недвижимости. Сегодня мы выявили 200 тысяч участков с неоформленными объектами. Эта работа идет уже по всем муниципальным образованиям, по всем Московской области, вовлечены все муниципальные образования. Муниципалитеты – самая заинтересованная сторона, ведь налоги недвижимости – это налоги местные, поступающие в бюджет поселений. Люди строят здания, сооружения, индивидуальные жилищные дома возводят, но они их не регистрируют. А так как они не зарегистрированы, не поставлены на учет, естественно, граждане не платят налоги, а налоги не поступают в бюджет. А бюджет – это же наша с вами жизнь, это доходы нашего Ленинского района и наше обеспечение нашей жизнедеятельности. Есть несколько причин, по которым граждане не регистрируют собственность. Первое – это пробелы в федеральном законодательстве. Сегодня законодательство в области государственного учета объектов недвижимости, называя вещи своими именами, говоря откровенно, недостаточно совершенно. Все равно заложен в законодательстве заявительный принцип, заявительный характер. То есть вот если я построил дом себе, то я сам должен пойти и подать заявление о постановке его на учет. О регистрации заставить меня нельзя сегодня по законодательству. Это, наверное, не совсем правильно, и поэтому я и говорю, что законодательство несовершенно. Была озвучена и вторая причина отказа от регистрации. Многие просто боятся столкнуться с рядом сложностей при оформлении прав на недвижимость. Наша задача – не только объяснить, разъяснить, не только добиться того, чтобы были понятные правила постановки на кадастру учет и регистрации права, но и максимально автоматизировать эту услугу. Ну а для тех, кто просто избегает налогов, уже сейчас есть экономические рычаги. Уже в налоговом кодексе с нового года такая норма появилась. Если ты не платил до такого налоги, а сейчас, соответственно, заявил о том, что у тебя есть объект недвижимости, то налоговая инспекция по закону уже имеет право получить с тебя штраф в размере 20% от суммы неуплаченных налогов. Немного, но все равно, да, это в сумме, да, деньги, и вполне прилично, если, значит, брать в масштабах области. Надо понимать, что рано или поздно объект недвижимости будет выявлен, и его придется регистрировать. Поэтому лучше не откладывать на завтра то, что нужно сделать сегодня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!